Всем привет! Это Малоземов проверит. В комментариях меня спрашивают, что я думаю про электрические зубные щетки. Не вредят ли они зубам своими интенсивными движениями? Можно ли покупать электрическую зубную щетку детям? Я много раз спрашивал об этом у стоматологов. Они думают, что ничем электрические зубные щетки неплохи, может быть даже наоборот хороши, потому что заставить детей нормально вычищать зубы обычными щетками довольно сложно. Это довольно кропотливая работа, которая требует три минуты чистить. Обязательно не пропустить там ничего, обязательно делать такие движения, выметающие, как стоматологи всегда учат, от десны к верхушке. Вот так. А мы же чистим вот так, вот так иногда. Но это же неправильно все. Нужно именно вот так. Вот так, вот так. Сложно это делать, особенно детям. Дисциплины никакой нет. И электрическая зубная щетка здесь помогает, потому что она совершает движения вот в разные стороны, и там получается как раз то, что нужно. Удаление этого налета, очистка карманов между зубами вот этих прилегающих поверхностей. И это хорошо. В последнее время появилось еще какое-то количество более продвинутых щеток. Ионная, ультразвуковая. Это тоже все прекрасно. Это все можно применять. Главное не нарушать инструкцию. И как следует периодически менять эти сменные головки, чтобы они не забивались бактериями. Это то же самое, что относится и к обычным зубным щеткам. Стоматологи рекомендуют менять зубную щетку каждые три месяца. Потому что полость рта – это такое место, где бактерий больше, чем, как бы так сказать, чтобы никого не обидеть. Ну, в общем, во многих других местах организма бактерий меньше, чем во рту у нас. И весь этот зоопарк, он оказывается на щетине нашей зубной щетки. Соединяется там еще с нашими комнатными бактериями, и там может такое расцвести, что лучше не надо. Поэтому раз в три месяца нужно менять зубную щетку и жесткость ее подобрать желательно по рекомендациям своего стоматолога. Потому что у кого-то очень чувствительные десны, их надо помассировать. У кого-то специфическая там другая ситуация, которая требует максимально мягкой зубной щетки. К счастью, они сейчас есть любые, с любой степенью жесткости. Там циферки специальные, названия написаны на этих зубных щетках. И нужно подбирать именно под свою индивидуальную ситуацию. Ну, а вообще чистить зубы два раза в день – это минимум два раза в день. Это правило хорошего медицинского тона. И вообще стоматологи все время говорят, что жить с кариесом – это вредно для здоровья. Нужно регулярно у них обследоваться, желательно каждые полгода ходить, подлечивать то, что появляется. Потому что кариес, вот этот бактериальный очаг в организме, он влияет вовсе не только на полость рта, он ухудшает вообще качество здоровья. Потому что бактерии распространяются по всему организму, это может отчасти служить причиной сердечно-сосудистых болезней. Это может спровоцировать болезни желудка. Вот свежие исследования про это говорят, что жить с кариесом плохо, и его надо лечить. Вот этих очагов инфекции во рту быть не должно. И если тут способна помочь электрическая зубная щетка, то только плюс. Особенно, вот что касается детей, важно, чтобы у них не было кариеса, потому что кариес на их молочных зубах, он, к сожалению, распространяется на их растущие снизу постоянные зубы. И если кто-то думает, что «а, чего там обращать внимание на эти молочные зубы, все равно они выпадут, будут другие». Нет, это неправильная позиция. Нужно лечить и желательно не допускать. И как только появились зубы, надо начинать их чистить. Как это сделать? Ну, когда там один зуб, два зуба, можно применять какие-то, допустим, щетки, которые надеваются на палец родителю. Там такая есть, ну, похоже на напальчник с щетинкой. И можно с ребенком как-то в игровой форме, иногда и пугая немножко. Ничего страшного. Каким-то образом надо его убедить в том, что это нужно. Ну, без этого никак, потому что иначе будет кариес, будут черные зубы, будут все эти ужасы стоматологии. Кому это надо? Не надо. Поэтому лучше чистить. Здоровья желаю всем. Свежие ролики по понедельникам, средам и пятницам. Подписывайтесь. Сейчас вокруг меня еще другие видео с моего канала. Приглашаю посмотреть. Подсказывайте темы в комментариях. Увидимся.